если у вас твердотопливный котел и потек заплакал дымоход если в дом течет вонючая сажа если дымоход обрастает сажей и пропадает тяга если твердотопливный котел внутри обрастает смолой начинает плакать тогда оставайтесь на моем канале я на личном опыте расскажу вам как я это все поборол и как справился со всеми этими проблемами лайк поставь но если вы хотите избавиться от этих проблем досмотрите этот ролик до конца и так если плачет дымоход первая причина этому всему это то что дымоход не прогревается физический процесс конденсации выделяет жидкость из выхлопных газов и они текут конденсируясь по стенкам дымохода для того чтобы избавиться от этого явления два выхода первый самый легкий и быстрый это выводить котел на максимально номинальные обороты то есть раз растапливать его так чтобы он хорошо горел и хорошо прогревал канал дымохода второй способ это футировать дымоход или исполнить сам канал дымохода из сэндвич трубы из нержавейки то есть утепленной трубы которая не подвержена охлаждением извне дальше если котел у вас плачет и внутри образовывается смола то есть вытекает жидкость поддувала течет то не спешите нарекать на влажность дров так как этот котел топится как влажными так и сухими и всякими видами топлива то попробуйте сначала перевести котел на более высокую температуру горения в данном случае оставлю на 80 85 градусов если котел плачет первая причина из этого всего может быть то что подающая обратная труба не имеет температуры теплоносителя 56 и выше градусов что очень плохо влияет на внутренние стенки котла и образовывание смолы вторая причина это не работающий или отсутствующего там трехходовой клапан система подмеса теплоносителя в котел то есть пока котел нагревается до 65 градусов постоянно подача в него будет производиться из него же с этой трубы по кругу и обратно в котел только когда нагреется теплоноситель на 60 и выше градусов лишнее тепло начнется сбрасываться на потребление остальное тепло будет подаваться в котел часто люди ставят котлы твердо топливные не используя при этом буферные емкости так вот именно отсутствие буферной емкости приводит к тому что котел редко выходит на номинально максимальные обороты тем самым прогревая дымоход во избежание образования конденсата и сажи поэтому для того чтобы твердотоп хорошо работал на номинальных оборотах и не требовал регулярного затухания разгорания что плохо влияет на канал на кпд на все остальное используйте буферную емкость для это для того делается чтоб котел выйдя на номинальные обороты не прекращал эти обороты до конца топлива в котле то есть таким образом камин котел и дымоход всегда будет в горячем состоянии не будет образовываться конденсат правильно будет работать подмеш не будет налипать сажа и кпд котла будет максимально эффективно лайк поставь но также хочу вам напомнить что пренебрежение всеми этими правилами может очень очень плачевно закончится забивается дымоход перекрывается отток выплатных лопных газов наружу газы поступают в дом люди гибнут не просыпаясь во сне вторая причина одна из более опасных это то что в канале дымохода образовывается налипает сажа по кругу это сажа горит как порох если ее нагреть в канале до температуры определенной то начинает выделяться газы эти газы взрываются взрываются дымоходы взрываются котлы загораются дома и это все очень опасно поэтому внимательно относитесь к этим явлениям если заплакал дымоход или образовалась смола из-за плакал камин или котел срочно предпринимайте меры спасибо кто досмотрел подписываемся на канал лайк поставь ну